Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. И сегодня у нас опять высотная работа. Будет интересно. Сегодня мы обслуживаем кондиционер. В качестве высотника сегодня будет мой друг Роман. Любите жаловать, Роман. Всем привет! Мы на крыше одной из высоток. Ну, не сильно высоток, 10 этажей всего-навсего. Вот, это новостройки. И хотел сразу показать кое-какие нюансы. Просто криминальные. Значит, перед вами козырек. Козырек. И утепление. И догадайтесь, зачем здесь лежат вот эти вот кирпичи. Вы угадали. Для того, чтобы это кому-то упало на голову. Вон туда. В общем, ветер гуляет. Козырьки срывает, чтобы их не срывало. Вот, у нас в Украине придумали вот такой классный метод. Это вот положить что-нибудь тяжеленькое. Видите, как оно стоит здесь надежно. Чтобы оно, короче, улетело вместе с козырьком. Вот. Криминал. Тупо криминал. Это все надо снять. В первую очередь. Потом. То, что здесь нет козырька. Когда идет дождь. Пока оно еще здесь держится. Но в любом случае дождь весит еще туда внутрь. И, соответственно, снизу у нас квартира. Здесь торец. А вот с другой стороны мы наблюдаем то же самое. Эти козырьки посрывало. И снизу окна. И оно течет, скорее всего, куда-то под откосом. Прямо в квартиру. В этом полный бред. Это срочно надо делать. Кто это будет делать? Надо оставить здесь визиточку свою. Так что сегодня мы обслуживаем кондиционер. Который сделан тоже. Смонтирован по-каличному. Роман занимается профессионально кондиционерами. И уже по первому визуальному обследованию. Вон этот кондиционер. Вон он там висит. Уже есть одна грубая ошибка. Это то, что от кондиционера до блока, который внутри, должно быть 3 метра трассы. А здесь как бы вот через стенку 50 сантиметров просто проложена труба. Поэтому фреону негде разогнаться. И, соответственно, есть проблема. Проблема сейчас в том, что кондиционер не кондиционер. Он не охладит. И нужно найти причину и ее устранить, собственно. Сейчас Роман едет вниз. Смотрит, что там и как по самому наружному блоку. И ищем причину. Прежде чем завесить веревки, нужно... Вот видите, здесь у нас очень острый козыречек этот. Нужно все подогнуть, чтобы веревку не порезать. И использовать нужно протекторы. Вот такие вот хорошие протекторы. У Ромки есть. Надо себе такими обзавестись. Это жизненно необходимо. Так, веревочку мы закрепили на надежная точка у нас. Труба металлическая. Здесь у нас тоже козырьки. Протектором является сам мешок для транспортировки веревки. Кстати, очень удобно в таком гермомешке. Веревка чистая всегда. Даже если где-то грязно, ты ее положил. Вот, можно достать. Так, веревочку закрепили. Можно ехать вниз. Здесь тоже ложим протектора. Здесь тоже ложим протектора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит, проблема у нас не холодит, не охлаждает кондиционер. Я думал, это проблема в пусковом конденсаторе. Сначала, ну, слышу, компрессор работает. Значит, сейчас мы снимем крышку, открутим порты и подключим манометр. Проверим фреон. По маркировке здесь 410-й фреон. Его нужно 630 грамм. Пустой. Иначе будем закачивать фреон. Проверим фреон. Медаль пустой. Фреон я подключил. Манометр подключенный. Сейчас спустим воздух с трубок. Иначе будем закачивать. К Продолжение следует... Виталик, проверяем этим термодатчиком, сколько температуры воды. Итак, с помощью термодатчика проверяем температуру на кондиционере. 8 градусов. 5,7. 3,5. Ого, 0. Отлично, работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А что, по новым правилам работать на фасаде нужно босиком, да? Ну, конечно. Автограф оставлять подошвы не хочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, работа почти выполнена. Все холодит, все работает. Осталось почистить внутри него. Понятно. Оказывается, еще кондиционеры чистить надо. Ну что, на этом, пожалуй, наша работа подходит к концу. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. А ссылочка на контакт в описании. До новых встреч. Пока-пока.